снова новые участники они занимаются производством обуви и когда начались проблемы проблемы начались два года назад сегодня едем в черкасса мы сегодня едем кромпу сколько вам это приносило денег в конце сезона я выжатый лимон для того чтобы в 15 завоевывать олимпийское золото не нужно ждать что для этого надо закончить школу университет а то что клиент сдуреет просто это смотреть это не пугает они взяли 100 пар несчастных а испоганили погоду на получается в целом ну нам имя стали портить по последним тенденциям стало понятно что людям красок ярких красок это же просто какой-то коллапс то есть вы ничего не зарабатываете на этом вас нужно упаковывать и показывать людям пришло время вас доставать всем привет друзья ну что в эфире снова наше реалити бизнес-шоу о самом настоящем бизнесе и сегодня у нас шоу снова новые участники новые участники кстати у нас уже практически год как выходит наше бизнес-шоу и конечно же они сильно изменились если раньше к нам приходили только новички то сейчас к нам приходят уже достаточно серьезные игроки производители и в этом выпуске вы познакомитесь нашими новыми героями это люди у которых уже производству более 20 лет они занимаются производством обуви уже много лет они занимаются специализацией именно производством детской обуви но в то же время на сегодняшний день у них возникли проблемы и это кстати не новость многие производители или компании-импортеры те кто уже много лет работают на рынке в основном по сарафанному радио по каким-то своим каналам продаж кто в принципе не находится в активном рынке маркетинга и так далее так далее потому что и все так само по себе работала сейчас переживает не лучшие времена мы слышим постоянно о том что продажи начинают падать начинают появляться конкуренты новички которые за пару лет становятся известными и забирают себе большую долю рынка хотя при этом не обладают очень многими такими сильными сторонами которые есть у тех игроков которые уже на рынке давно но маркетинг делает свое дело если сегодня вы плохо упакованы если сегодня вы не рассказываете о себе если сегодня у вас не было до сих пор такой задачи выходить к своему потребителю фейс туфейс то пришло время это исправлять и сегодняшние наши участники пришли как раз такой задачей замечательная прекрасная пара с которой вы познакомитесь также в этом выпуске вы узнаете что же пришло в голову роману и алене нашим владельцам компании мебельный ром потому что мы отправились прямо в черкассы к ним в гости ну и конечно же я не могла не взглянуть на фестиваль и не выступит там в общем смотрите выпуск до конца будет очень интересно не забывайте подписаться и поставить нашему выпуск лайк а пока начинаем и а и и и и всем привет мы опять начали вместе да это просто не первый дом меня зовут юрий меня зовут елена вообще мы павлик да и мы очень обожаем то что мы делаем а делаем мы детскую да у нас есть девиз слоган или это миссия polaris обувь счастливых детей мы вообще выучились на это то есть мы когда-то познакомились в университете технологии дизайна в киеве нам очень нравится в принципе дизайн обуви мы участвовали во всех международных конкурсах в свое время и занимали там призовые места она больше я меньше поэтому сейчас я больше он меньше занимается дизайном так ну что я рада наконец вас увидеть в живую взаимно вы уже как герои популярные известные сегодня уже когда вас увидела уже посмотрела с вами видео уже знаю что вы публичные люди вас показывают в моем шоу еще раз знакомимся лена юра давайте мы поговорим с вами сегодня о том с чем вы к нам пришли какие задачи вы ставите чтобы вы хотели чтобы произошло по мгновению волшебной палочки мы с серёжей будем думать чем мы сможем помочь из какого ящичка достать какого ящичка да в это шоу мы пришли для поднятия узнаваемости нашего бренда для организации онлайн продаж и запуска всеукраинской сети брендовых точек продаж через франшизы так как мы позанимались долгое время только производством продажи у нас немного хромают хромают нам надо этому подучиться кто ваши главные покупатели кому вы сегодня продаете опытовые клиенты владелец магазинов бутиков вот это в принципе они находятся по всей украине правильно это находим но на выставках мы участвовали специализированных сайта обращаются и периодически запускаем по таргетингу вот вот уже реклама там с новой коллекцией то есть люди к вам обращаются берут у вас они как ее берут под реализацию или выкупают продажи мы работаем под выкуп и причем не доплаты для оборотных средств много уходит у нас их не хватает катастрофически поэтому производство обуви она настолько наперед идет вот сейчас весна все покупают весну думают про лето а я сейчас делаю уже зиму потому что я уже школу сделал осень сделала сейчас я зиму зимнюю коллекцию делаю когда уже лето отшиваем на производстве и отправляем заказчиком то есть вот такой процесс он ну в принципе это как во всей одежде одежда тоже по таким же принципам сейчас сколько вы продаете в месяц сезон можно сказать если на месяц перевести сезон поняли месяц да у нас сезон так идет сколько вы продаете порядка три с половиной четыре тысячи пар получается с 3 с половиной четыре тысячи пар в среднем это сезон это сезон полгода вы считаете нет нет 3 несколько месяцев смотря какой сезон порядка полутора тысяч пар в месяц вы продаете результат производится хотя но хотя и мощности мы до раза больше и даже я скажу из того что цена считается расчета 2000 пар в месяц если мы их не добираем то мы работаем поэтому есть острая задача не какая средняя средняя стоимость одной пары в опте если мы говорим о школьном ну туфли весна школа порядка 22 23 доллара средний размер что у нас там разбито по росту 22 до 21 по 600 гривен в опте хорошо и а средние сколько покупает ваш средний покупатель оптовик сколько пар где города в которых сохранился эксклюзив там заказы порядка 300 пар ну раньше было и по 600 300 пар это 6000 долларов вот если как бы более мелкие клиенты 50-100 пар а маржинальность у вас какая на опте да примерно до 20 процентов 10 но сегодня так понимаю если они производят полторы тысячи пар в месяц то маржинальность нулевая грубо говоря сейчас что есть еще на скидке ну да то есть у вас работает 50 человек и получается что если вы выпускаете полторы тысячи пар в месяц то на человека приходится 30 пар в месяц на к 1 1 работающего получается 30 пар в месяц все цифра вот здесь нам нужно поднять продажи до увеличить продажи примерно в два раза вот через другие какие-то каналы продаж сегодня вы не продаете в розницу продаем но очень но это считает что но то что вы продаете там 20-30 пар месяц до этого это ерунда то есть задача задала это онлайн есть еще магазин в котором мы продаем в розницу там ну там до 100 пар месяц это локальный как бы николай это ваш магазин это коллаборация с они занимаются одеждой часть аренды на себя берем привет привет ты мне кофе принес у тебя на моя сумочка у меня нравится да классно я решила что это такой классный стол смотри во первых можно сделать так раз это мне да удобненько а класс я подумала что в черкассы ехать долго поэтому я возьму это любимая вещь с собой то есть его из спальни захватила я бы спали захватила но во-первых я решила смотреть значит можешь подержать пока удобнее будет во первых я решила что мне сегодня выступление долго длинная полтора часа я буду черкасах я как раз буду на нем сидеть нет но это стол будет очень удобный классная штука мне нравится короче ему много применений и я подумала что надо брать сегодня едем в черкассы мы сегодня едем кромпу мы сегодня едем выступать на фестивале короче вы решили сегодня все соединить и объединить а ты мне нужен для того чтобы этот столик не следит пошли хорошее применение для мужчины ну блин ермилова всегда ермилова пойдем пешком с тобой черкассы я на трасс это клёво путешествие самые дорогие вещи я ношу с собой они-то думают что у них есть столик лучше но самый лучший столик этому пошли в ром романа алена прокопчук владельца мастерской дизайнерской мебели ром роман занимается дизайном и производством алена продвижением и коммуникациями проживает в городе черкассы ребята пришли в шоу с целью повышения узнаваемости бренда мы поставили задачу придумать какую-то оригинальную идею с помощью которой бренд мог бы выделиться и привлечь внимание а затем с помощью грамотного маркетинга мы сделаем так чтобы об этом узнала как можно большее количество людей сегодня мы приехали к ним на производство в черкассы чтобы узнать какие же идеи у них появились после нашей прошлой встречи после этого мы наметим дальнейший план наших здесь узнаем что ребята придумали если у них классная идея у меня есть такой классный столик балуйте себя крутыми вещами так я ему не отдам никого нет дома серёга уже там у меня вопрос 1 что что мы будем если мы сейчас мы начинаем продавать что мы будем продавать в мае я так понимаю в мае вы уже бы не позадула ему портовая если я розницу будем продавать уже в мае зиму они начинают уже предоплачивать и не выбирают кто более денежно хорошо но затем принципе да да к нам пришли вы думали ок ну вы уже себе думали какие-то каналы продаж через которые вы хотите увеличить продажи да у вас была попытка запустить франчайзинг на сайте есть такое раздел и у вас были какие-то попытки вроде как не не совсем они удачные получились да вот у вас есть какие-то вот и ты сказал его про эксклюзив то есть есть города где сохранился эксклюзив что это такое ну . кроме этого партнера никто не получает больше но мы мы туда почему именно не почему ему не предлагаю такое преимущество он выполняет по объемам скажем так и по деньгам закрывать то есть он берег выбирает определенный объем за это вы ему эксклюзив даете на данный город хорошо в чем была сути вашего франчайзинга зачем вы его запустили ну это не совсем франчайзинг это как раз таки тоже эксклюзивные условия для на сайте на сайте просто называется франчайзинг у тебя уже легче объяснить легче привлечь внимание скажем так у клиента этому слову чем там эксклюзивный суть в том чтобы поставить вот в городах иметь партнеров на эксклюзивных правах которые будут продвигать конкретно наш бренд и выполняя условия по объемам по оплатам они будут иметь там свои 20 процентов от прайса которые не имеют другие опытные клиенты плюс по в наших планах это обеспечивать всю маркетинговую поддержку продвижение в городе и разработать онлайн продажи которые тоже будут продавать их ассортимент то есть мы хотим чтобы люди зарабатывали никто не чтоб не было вот этого демпинга с опусканием ценой то есть мы как бы сохранить маржинальность и людям должно было быть это что не получилось видимо они не совсем удачно представлены пока у нас есть три партнера таких в Харькове в Запорожье и в Хмельницкой скажите мне пожалуйста насколько к радикальным мерам вы готовы насколько радикально вы их предложите если они это тут результат то мы в принципе готовы к радикальным мерам но я посмотрела на ваш продукт я посмотрела на ваш сайт в общем на все посмотрела да я поняла что у нас в принципе у нас есть продукт который не просто не упакован вообще никак не упакован мы его вообще никак не можем идентифицировать я мама двух дочерей я мама изучающая украинского потребителя потребителя украинских поставщиков потому что мы на самом деле сегодня показываем очень хорошее качество при очень низких ценах я там мама которая покупала своим детям обувь по 500 долларов за пару блюмарин и так далее и которая с удовольствием перешла на украинских производителей потому что это классно это модно это стильно это можно купить 10 пар по цене одной ну это как бы грустная для нас история да но с точки зрения потребителя это классная история мои дети хэппи очень счастливы им удобно им замечательно они они растут правда у них растут ноги это проблема наша поэтому безусловно классно купить им несколько пар которые нам по карману очень сильно не бьют и они как бы счастливы и замечательно но я вас вообще не знаю и это есть проблема да это есть проблема не знала теперь-то знаю да но это есть проблема и это говорит о том что вы как бренд вообще никак не упакованы совершенно вас как бренда нету для конечного потребителя вы оптовики это объясняет во многом ситуацию но я например лично производитель да вы производители продаете оптом это все но конечный потребитель контексте меня не ищет вас не ждет вас и как-то по-другому это происходит хотя по сути у вас та обувь которую мои дети могут носить то есть я не могу сказать что нет это просто вы вы не я ваша ца нет я ваша ца но почему-то нет и и если стоит задача по поводу увеличения продаж и вас нету совершенно для конечного потребителя вас нету в рознице и именно поэтому у вас плохо дела идут с франчайзингом или еще с чем-то потому что у людей нету конкретного интереса представлять вас как бренд да но они там покупают ставят какие-то свои цены наверняка ставят еще все разные цены потому что вы не очень не идентифицируетесь да нету наверняка единой цены или как на сайте но они играют с ценой все равно да это это тоже если мы продаем грубо говоря с сайта их ассортимент по этой цене плюс мы еще комиссию берем за это обслуживание но это как дополнительный из них источник сбыток но свою ну вот а вы как бренд вас не идентифицирует по крайней мере конечный потребитель я не знаю за остальных да я говорю сейчас как за конечного потребителя я считаю что это первоочередная задача с которой мы должны работать потому что несмотря на то что опыт это классно но не продавать своему конечному потребителю глупо тем более что маржинальность вам позволяет это делать ну то есть глупо это не делать мало того когда вы станете классным известным брендом то есть вы упакуетесь как бренд а вам будет гораздо проще продаваться дилерам там и и кому угодно потому что людям все хотят взять нечто узнаваемое и работать с этим да дабы не тратиться дополнительно на маркетинг и на прочие вещи это уже будет узнаваемо почему я задала вам вопрос по поводу того на как насколько на радикальные меры вы готовы у меня к вам вот еще один вопрос перед тем как сказать вам свое почему у вас такое название у бренда сложилось исторически расскажите мне эту историю чтобы она меня впечатлила дело в том что эта история родить они начинали производства родители юраны и вот там было много разных вариантов и потом как бы предложили ну она же созвучно так и вот бабушка предложила ряд есть так вот юрана мама ее зовут павлик лариса па ларис ну как звезда и вроде как вот оттуда это все пошло пошло через полгода она умерла и это как-то мы решили это название бы чтобы это не стало не трогать уже ну вот как как-то память когда-то на тема звезды вообще это очень нам близко хорошо а дети наши звезды окей возможно дети наши звезды но однозначно нам необходимо будет делать ребрендинг это да то есть однозначный да окей есть поларис вокруг него можно плясать что-то придумывать додумывать дописывать истории рисовать звездочки что угодно но а мы должны обязательно стать все-таки у нас акцент несмотря на то что обувь есть и взрослая правильно но акцент все-таки на детскую обувь да но он дизайнирование три таких вот три возрастные группы это малышок это с 21 по 26 с 27 по 35 это детство а потом идет с 36 по 40 будет а подросток но отлично все равно мы позиционируемся у нас раму детская обувь в любом случае нам необходимо будет работать плотно с ребрендингом с упаковкой с нашим визуалом потому что эта история грустная то есть она у меня это что она плохая она никаким образом в мою память не впечатывается вообще ну это как бы правда да а бренд он все-таки должен чем-то запоминаться поэтому над этим вы согласны что надо работать я так поняла что детеля прошла оплодотворно все ждали какая идея рома пришла к тебе в голову по последним тенденциям стало понятно что людям красок ярких красок идея возникла следующим мы берем цвета вот местами даже не сочетаемые и пытаемся их сочетать в нашей мебели и в то же время мы работаем с барьером с одним из под когда мы говорили о барьерах у нас один из барьеров это слишком аскетичный дизайн то есть некоторым людям кажется что там когда черненько-коричневенько это типа скучно я вижу это слово которое все объясняет есть некое учреждение институт цвета который является является передовеком на сегодняшний день в коммуникации дизайнер и соответственно производитель цвета и соответственно потом потребитель я думала что он только выбирает цвета для свадьбы и да и очень многие отрасли не только производства чего-либо ивенты и одежда прислушиваться к этому цвету практически все бизнеса сейчас стараются на этой теме выезжать каким-то образом ну правильно больше продавать одежды какого-то цвета мы можем использовать в нашей мебели а то есть в вашей мебели в мебели каждого значимые даты то есть значимый год да какие-то совершенно верно каждый год есть какой-то цвет привязка к этому цвету ну то есть представим у тебя например случилась свадьба 2008 году предположим старт канала зажигалка в 2018 значимый для твоей карьеры поворот эти даты имеют для тебя вес и если ты захотела какую-нибудь мебель которая будет тебе об этом напоминать вот наш стул цельена круто в этом сочетание круто то есть но ножки видишь сделанная в восемнадцатом да неделю назад поговорили это натолкнуло вас на вот эту идею раньше на голову не приходило до мало просто сделать яркое кресло да круто крутость вся именно в том это идея что это у нас значит настоящая историческая такая выбирая мебель в свой дом вы можете сделать ее именно особенной понимая что это не просто мебель не просто цветовая гамма она еще связана персонализирована думали о том у нас на все мебели есть такие металлические шильды с логотипом мы думали о том что дополнительно опции может быть шильда какая-то с персонализацией днина человек прежде чем выбирать цвет он должен понять смысл очень много примеров когда вот она просто прописана текстом во-первых есть текст во вторых есть и и наше видео в том числе и мы говорим как раз о той теме главная наша идея была в том чтобы донести это до аудитории посредством как раз маркетинга посредством истории которая подхватится и которую люди будут сами говорить то есть мы же в принципе наша ключевая задача правильно создать некий продукт о котором люди захотят рассказывать то есть какую-то определенную идею и я думаю что как раз сейчас если мы переспим все с этой мыслью послушаем обязательно что скажете вы если мы все утвердимся в том что да это классная идея то как раз я думаю это отличная тематика для того ивента которым я говорила и для той компании которую мы будем делать для того чтобы мы сделали и безусловно какие-то предметы создали конечно мы на ивете можем какую-то выбрать часть людей для которых мы уже создадим предметы и сделать под этому поводу и рекламную съемочку все чтобы мы могли уже эту тему запускать в массы и чтобы это как раз была та самая история благодаря которой люди прицеплялись за ромб и по этой идее уже олицетворяли ромб и знакомились с ним ближе ромб понтон как мы это назовем это это не отдельные изделия это все изделия наших коллекций которых больше сорока штук которые могут быть в цвете опция которая применима ко всем нашим изделиям и вот эта опция она нас уделяет еще раз мы попросим вас написать комментарий и возможно какие-то дополнительные идеи докрутки о которых мы не знаем да когда мы встречаемся в следующий раз давай сначала обсудим я знаю что вы куда собираетесь мы уезжаем уезжаем плановый наш отпуск до 15 апреля до 15 апреля а куда вы уезжаете алена на мебельную выставку в Милан это классная очень возможность взять себе в руки телефон и показать нам всем как выглядит мебельная выставка в Милане и привести нам какие-нибудь интересные тренды и идеи вообще и по тому как люди представляются на этой выставке рома мы трогаем меньше всего в контексте того что рома докручивает идеи я думаю что у него всегда голова в этом теме работает если мы принимаем решение что мы это делаем тогда нам нужно будет попробовать какие-то изделия сделать да чтобы мы могли что-то вживую обязательно увидеть давайте сразу воспользуемся этим моментом я бы очень хотела привлечь во первых к нам какой-то неплохой продакшн который готов показать как делается классный ролик для мебели для того чтобы вы могли это интересно презентовать если у вас есть желание идеи обязательно пишите нам если вдруг сейчас есть те люди которые нас смотрят которым сильно зашла идея и вы бы хотели сделать такой себе заказ мы можем сделать такой заказ на обычных по обычным условиям для того чтобы протестить да то есть без каких-то спеццифр и цен без наценок то есть так как бы по серийным ценам по серийным ценам давайте если у нас есть такие люди обязательно напишите напрямую мы оставляем контакты все у нас есть алене и мы сделаем на вас как бы на вашем примере на вашем продукте вы получите этот продукт по абсолютно по серийной цене но мы сможем показать как это круто выглядит да если вам нужны строгие ошейники для мужчин обращайтесь ко мне и дрессировка тоже очень дорого а я приехала сегодня калюне с подарками потому что мы дарим подарок вы вспомните это соль для ванны это массажная свеча вообще знаете что такое массажная свеча тут классные такие баттеры масло для тела и все это от скин-бара это наши партнеры вы кстати тоже можете стать нашими партнерами если у вас есть классная продукция я обожаю с этой солью расслабляться потому что девочки дорогие когда вы залазите в ванную в обычную без всякой вкусняшек и прелести ваша кожа ссыхается и становится старой вот такими вещами вы даже очень горячей ванной ты все прослушала и испортила ну ладно и пришла и заходи я тебе привезла подарок да ну так и ты я я так пишешь я рассказываю что тебе привезла подарок сюрприз ты заходишь и все портит но смотри ты любишь пользоваться с солью для ванны очень люблю пользовалась массажной свечой однажды в своей жизни у меня да я купила ее это было было но не с ромой а хорошо у нее это было но не с ромой но теперь роме тоже повезло это подарок себе скин-бар ты знаешь кто такой скин-бар нет вот ты не знаешь смотри во первых тут есть инструкция как этим пользоваться во вторых это классные девчонки которые это продают вы можете также я оставлю ссылочку заказать тебе просто попробовать потому что фигню не предлагаем в интернете алена половиной всякой хрени я тебе хрень не вожу это тебе дорога я надеюсь что в следующий раз ты пригласишь меня в ванну наполнишь ее этой солью и я смогу в черпасах расслабиться спасибо большое спасибо алена я хочу тебе предложить паттер для тела отлично боже как она прикольно как конфетка и второй баттер для тела мы можем с тобой ими обменяться нет давай оба мне у нас есть дочь ей девять лет она является лицом нашего бренда полина привет привет ты кто я полина полина лицо нашего бренда брендан поларис ты любишь нашу обувь да да какую кроссовки эти что-то что ли эти и многие другие второй момент я так понимаю что Сергей мне сказал что в интернете у вас нету нормального интернет-магазина вот то есть соответственно это тоже понятная задача которой нужно работать нужно будет выходить упакованным брендом в интернет я вообще понял смотрите для вас сегодня приоритетная общая задача развивать собственные продажи потому что у вас вы даете своим дилерам тем кто вас покупает возможность накрутить 80 процентов примерно до розничной цены то есть цена в опте и в рознице отличается от почти два раза естественно если вы продаете сами то вы эту разницу забираете оставляете себе поэтому вам выгоднее продавать самостоятельно мало того вы раскручиваете имя своего бренда да да но как правило она никогда не продается сто процентов тридцать процентов как ни крути сюда идет нас как и оно да и тем и что оно ну и оно как бы зависает и поэтому еще и для этого нужны нужны собственные продажи тоже и вы можете причем делать потом нормальный ну у вас сегодня я вот на сайте у вас честно пытался купить я не смог вас на сайте купить я не смог дойти до того момента когда мне нужно платить потому что это называется когда владельцы очень требовательны к клиентам они делают все чтобы дошел самый достойный человек и оказался не самым достойным я даже и не смог дойти до того момента когда я узнаю сколько это стоит но мне не хватило терпения поэтому нужно это тайна просто нужно начать с того чтобы просто сделать нормальный интернет Уже завтра, завтра или послезавтра максимум мы сделаем с вами скайп, по скайп конференцию с нашим разработчиком, с нашим партнером, который будет вам делать интернет-магазин. Ну и безусловно мы должны нормально продавать в Инстаграме, потому что Инстаграм это колоссальная площадка. Подожди, я еще не закончил с интернет-магазином. Я закончила. Инстаграм это колоссальная площадка, я скажу вам честно, я покупаю обувь детскую только в Инстаграме. Я даже на сайты, например, вот мы с Сергеем вчера спорили на эту тему, я на сайты не захожу, я покупаю в Инстаграме, чудненько, удобненько. Я покупаю, в Инстаграме не умею покупать, я в интернет-магазине. Но я к тому говорю, что Инстаграм сегодня как площадка продаж. Мы с Юрой тоже всегда спорим на эту тему, я отстаиваю Инстаграм, он говорит, что он не нужен. Объясни, почему? Там неудобно. Нужно и то, и то. Значит, Инстаграм это на 80% женская аудитория. Покупают обувь, я не припомню никогда, чтобы ты покупал нашим детям обувь. Я помню, как ты купил им ужасные платья в Тольятти. Я купил телевизор в интернет-магазине. Я говорю про наших детей. Я вам скажу больше, Юра не в курсе, какая обувь у его дочери. Вот, подожди, айфон здорово, это старый айфон, ты мне так и не купил, пожмотина. Значит, и важный момент все-таки, пока я не забыла, сразу, который я хочу задать, и который мы тоже сегодня с Сергеем обсудили. Зачем, вот я это слово сказала, зачем, корректное, зачем такое ассортимент? Нахрена, простите? Это же просто какой-то коллапс. Сережа мне, когда начал рассказывать, какое количество ассортимента вы производите, это же просто не норм. Ну, то есть, это нереально. И причем вы каждый сезон обновляете, да, большую часть коллекции? На 60% точно. Вот проговори, пожалуйста, сколько наименований пар в сезон выходит? Значит, да, я делаю в год 6 коллекций. Это весна, лето, школа, осень, зима и праздничная. И каждая коллекция состоит из где-то около 25-30 моделей новых, плюс ходовые модели с прошлого сезона, то есть где-то 50 моделей, которые еще в разных цветах, в разных сочетаниях, ну, то есть цветовые вот все эти ассортимент. В итоге коллекция где-то 250 пар. 250 пар в коллекции? 250 моделей, да? Модели. Это вообще не норм. То есть, это с точки зрения создания, продаж и всего остального, это не норм для бизнеса и производства. Вы понимаете это или нет? Я хочу сказать, что да, это не норм и для меня, потому что я в конце сезона, я выжатый лимон, я просто, ну... А то, что клиент дуреет просто это смотреть, это не пугает? Для оптового покупателя. Да, это может удобно. Потому что он приходит и закрывает разные позиции, которым нужно. Ему выгоднее взять у одного человека, у нас, и закрыть себе там 50% ассортимента. Если бы мы урезали, как бы у нас бы оставалось там 20%. И добрать, добрать нам, загрузить производство. Хорошо, но в рознице этого делать нельзя, вы понимаете? Да, согласен. Мы с этим столкнулись, мы поняли. То есть, у нас вот этот год был, он, знаете, такой взрыв мозга, вот этот есть смайлик, он просто про меня, мне кажется, я весь год я наблюдала этот смайлик вот в зеркале, когда на себя смотрела. Смотрите, какая проблема, проблема большого ассортимента в чем? Когда у тебя огромный ассортимент, у тебя в каждом ассортименте нет полной размерной линейки, то есть она очень быстро заканчивается. Ну, то есть у тебя что-то выбрали, что-то не выбрали. Я вот у вас на сайте видел, например, что очень много чего нет, размеров уже каких-то, да? И получается, что у тебя огромный ассортимент, но ты выбираешь, например, размеров, этого нет размера, этого нет. Можно лучше сузить в ассортименте, но так, чтобы была полная размерная линейка всегда, это было бы намного выгоднее таким образом. Потому что, когда я прихожу в ресторан и тут читаю огромное меню, и в котором половина нет, это не норм. Лучше пусть будет маленькое меню, но все есть, и все узнаваемо, и все соответствует. Куда-то деть, то, что уже было отшито. Не, ну то, что было отшито, это все продается. Это не проблема, да. Вот, вопрос того, как из этого делать. Я имею в виду, что делается большая скидка, но для этого у вас есть кленская база. У вас есть кленская база, я видел, вы ее собираете в мессенджерах. У вас там порядка около 6 или 7 тысяч человек. То есть вы делаете рассылки, делаете нормальную скидку, делаете рассылки, и предлагаете вот все это. Только не в мессенджерах сбрасываете все эти фотографии, как сейчас, а сделать какой-то в интернет-магазине, сделать отдельный раздел распродажа, сделать и туда людей запустить, и это быстренько распродать нужно. Освободить себе средства. Просто наша задача построить вам рабочую систему, с которой бы вы дальше могли жить и нормально зарабатывать. Дай, пожалуйста, мне ручку. Я хочу вот сейчас по цифрам все-таки, по всем пройтись. Давайте все цифры, которые у нас могут быть, мы обозначим. Задача первая – выйти на 2 тысячи пар. Вот, их произвести и продать каждый месяц, правильно? Да. На 2 тысячи. Я хочу все-таки о других цифрах хотела. Хорошо. 50 работающих. 50 человек работают у вас. Да. А вы, то есть, вы ничего не зарабатываете на этом? Получается, зарабатываются. Мы, честно говоря, вот в сезон лето-весна, мы просто стараемся удержать людей, чтобы они не размещали. Лидия, когда у вас началось вот это? У вас же, когда вы производствовали 30 лет. Раньше… Нет, нет, нет. Раньше было все… Не 30 лет. 30 лет – это опыт родителей. Так вы когда-то зарабатывали на этом? Да. Зарабатывали? Ну, мы же как-то с 4-х человек до 50 выросли. Вот, да. Плюс, ну… На самом деле, очень неплохой был 2008 год, когда везде все падало, и там кризис был. На самом деле, у нас это был год подъема, и 2008 год… Потому что мы все бросили блюмарины, побежали искать что-то. И когда начались проблемы? Проблемы начались, ну, 2 года назад. Да. Вообще, ну, занимался продажами наш дилер. Через Киев это все, и дальше оно расходилось. То есть, мы не знали своих конечных. Вообще, мы не занимались продажами. Да, у нас столько все были. Был один, вторник, дорогой. Да, у нас 10 человек, которые с нами там… Ну, то есть, Николаевские, например, были. У нас зацепились. Сколько вам это приносило денег? Приносило до, не знаю, до 5 тысяч, до 7 тысяч долларов в месяц. Угу. Так, а потом что начало происходить? А потом получилось так, что дилер, он как бы… Ну, во-первых, начали падать в целом продажи, как бы, и он не стал набирать столько. И мы говорим, ну, значит, надо менять подход, надо по-другому. Давайте по… Вот, да, у нас как раз года 3 назад. Давайте мы сами поедем и познакомимся с нашими клиентами, узнаем там обратную связь, что, может быть, что-то их не устроило, и они из этого там, ну, решили отказаться, а мы не знаем. То есть, а мы могли, а мы могли, как бы, это исправить. И Юра, он несколько раз, вот, с менеджером объездил всю Украину, он, как бы, он заезжал в каждый город, в каждый магазин, знакомился, разговаривал, общался. Но уже было все равно не то. И вот вы начали выплывать вот эти все моменты бардака, когда в одном торговом центре на одном этаже стояли две вот хозяйки разных магазинов, и каждая начинала себе вот сплясать с ценой. Зачем? Ну, с появлением интернета тоже очень сильно подрубила. Когда началась тоже вот эта вся ерунда, там, они взяли сто пар, несчастные сто пар, а испоганили погоду на, получается, в целом, ну, нам имя стали портить. Даже те, кто знали нас, вот вы, ну, вы не знали, мы для вас, в общем-то, не испортились имя. А для тех, кто знал, например, ну, они заходят в магазин, это столько стоит, давай я посмотрю в интернете, а в интернете, ну, еще дешевле, да, как бы, ну, и в общем, и это все вот, это два года уже вот просто вот все вот как-то вот так. Фактически был один большой клиент, который вас забирал все, и когда у этого клиента стали проблемы, вы, у вас сразу же это отразилось моментально на вас. Задача сейчас, ну, по большому счету, диверсифицировать эти продажи, да, в разные направления. Да, так, чтобы было выгодно и оптовикам, когда они видели. Первое, это оптовая продажа, второе, продажа розницы собственная, вот как бы два больших канала, да, и задача, опять же, оптовая, в оптовый навести порядок, для этого люди должны у вас быть, скажем так, не просто какие-то, а именно те, которые, ну, скажем так, по вашей франшизе работают, либо, ну, то есть они каким-то образом жестко очень на вас завязаны, на ваши условия, так далее. Поэтому все начинается с бренда. С бренда, с упаковки. Есть бренд, есть замечательный вы, есть ваша замечательная Полина, которая, вот, вы семья, это ваша легенда, вас нужно упаковывать и показывать людям, пришло время вас густавать, тем более вы, да, из коробочки, вы не просто люди, которые сегодня решили этим заняться, у вас, по сути, уже есть очень сильный, мощный бэкграунд, но это то, о чем я все время говорю о личном бренде, люди об этом не думают. Вот оно работает как-то, много лет у некоторых работается, и все считают, что все современные, все эти вещи, о, это фигня, да, сарафанное радио, да интернет мне не нужно, да это не нужно, а потом что-то лопается, ну, вы же не единичный случай, мы это часто наблюдаем. Поэтому сейчас наша задача упаковать вас в бренд, а когда вы становитесь брендом, вас все слушают, дилеры и прочие люди, они вас уважают, есть единые правила, они хотят вас продавать, потому что вы упакованы, вы на слуху, клиент приходит к ним в магазин и спрашивает вас, или ищет вас на полочке, радуется, и его рука тянется, он не выбирает между обувью, он видит просто, что там стоит его любимый логотип, и он знает про вас все, что ваша Полина, любимая, носит эту обувь, а значит, родители не наденут на своего ребенка что-то плохое, и тогда они ездят. И Ева с Алисой теперь будут носить. Вопрос, да, вопрос в том, что мы должны донести это до потребителя, и тогда все остальное решается автоматически, правильно? А дальше немножко технологий, правильная реклама, продажа. Предлагаю приз в студию вынести. Вынести приз в студию? Да. Хорошо, есть обувь? Ображайте обувь. При студии. О, вот. Это для кема. Поларис, обувь, да, я вижу по размеру, а обувь от производителя. Так. В 2010-м, наверное, было разработано. Это коробка. Коробка, да, коробки уже 100 лет в обед. Хорошо, мы все смотрим. Смотрим на кроссовки. Кроссовки классные, кожа. Классная кожа, они как раз для весны, они дырочки, они дышащие. Вот молния, чтобы удобно было, потому что шнурки маленькие не застегивают. И большие тоже. Сережа не покупает себе на шнурках никогда. Я люблю. Красивая. По дизайну вообще нет вопросов. Мягкие. Это тоже. Это штробель здесь. Это есть такая технология. Ну, есть специальная машина штробельная. Среди специалистов. И очень мало производств, которые могут ее освоить. Чтобы мягкая была, да? Да. Можешь сказать, какая оптовая цена? Это порядка 18 долларов, наверное, 17. Оптовая цена. Да. Туфли. Иди сюда, смотри. Тоже мягенькие. Это Алисе. Дырочка очень удобная. А серебряные, они как бы ко всему. Абсолютно. Мне очень нравится эта перепоночка. Но по дизайну очень стильненько. Это, знаете, как это для гимнастки, да, чтобы не слетел. Чтобы кому-то не засадить в лоб. Нет, ну очень... По качеству вообще у меня нету никаких этих... Очень приятный, очень и очень красивый. Здесь мы использовали материал такой. Он называется пинг-понг. Вот для пяточки, чтобы она и держала, и в то же время она очень мягкая вместо задних ожог. Ага, понятно. То есть вот так вот, когда вы делаете, так вот. Все поняла. То есть он мягенький. И в то же время он держит. То есть вот с технологиями мы заморачиваемся. То есть все вот эти материалы внутренние. Их может быть не видно. Ну, они классные какие кроссовки. О, вообще. Да, этого сезона модельки. Да, но я вижу, что это же большая же подошва. Белая. Все как надо. Любовь для... Радость для мамы, да? Мыть подошву без. Радость для няни. Все лучшее у нас няне. Кстати, по дизайну вообще нет вопроса. Ну, не по дизайну. И так они все мягенькие, удобные. Это такая прикольная кожа. Она как тертое золото. То есть вот она такой интересный патиновый момент. Нет, по дизайну классная. Что касается коробки. В принципе, сама коробка... Кстати, бумажечка вот есть в коробке. Давайте посмотрим. Самые распространенные коробки в детской обуви, если мы не говорим об Италии, это коробки вот такого плана. Просто мне кажется, что... Я не могу сказать, что это плохая коробка. Мало того, возможно, что более какая-то навороченная дорогая коробка удорожает сильно изделие. Не знаю, насколько. Ну, тут вопрос... Коробка вот 10 гривен. Ну, однозначно, вот сам честно скажу, мне не запоминается вообще никак. Это было сделано 100 лет назад. Да, да, вот оно и видно, что оно сделано 100 лет назад. То есть оно неплохо, но оно никак не вообще никак. Но я вам скажу больше, я у украинских производителей не видела пока какого-то фирменного стиля, который бы я сказала, типа, вау, класс. Ну, то есть... Хорошо, у нас есть возможность. Да, у нас есть возможность. И давайте начнем, ребята, с того, что присылали к нам анкеты, и нас смотрят много дизайнеров. Поэтому давайте начнем с того, что если сейчас есть желающие, которые классно могут поработать над фирменным стилем, пишите нам, пожалуйста, мы посмотрим вас. И если вы действительно классные, у вас есть потрясающая возможность сделать крутой фирменный стиль компании, обувь, производитель. Ну, то есть вы можете себе сделать очень крутое портфолио. Поэтому давайте мы посмотрим, кто нам в этом может помочь. По продукту нету проблем. Ну, то есть продукт классный. Абсолютно классный продукт. Вот я думаю, что дети с удовольствием даже будет интересно посмотреть на реакцию детей. Но я думаю, что это все то, что любят. Это все беспроигрышный вариант. Ну, то есть это все стильно, модно, молодежно. Ну, реально классно. Я бы тоже такие кроссовочки себе взяла. Я, кстати, вот в них вот 37-й и этим. О, ну покажи, сними, покажи кроссовки. Как раз такая же модель, только вот немножко другое сочетание. И подошва немножко другая, ну, потому что она подростка, она немножко другая. Я чувствую, что на нашей следующей встрече, какой-то следующей пати у нас будет обувной стенд стоять. И все будут обуваться. Нет, очень классно. То есть наша задача теперь сделать так, чтобы об этом продукте узнал потребитель. Ну что, привет, черкассы! Давайте громче, громче, громче! Сегодня наше маленькое поколение – это лучший пример того, что для того, чтобы в 15 завоевывать олимпийское золото, не нужно ждать, что для этого надо закончить школу, университет, а потом что-то случится или мы выйдем замуж, нифига. Итак, сегодня, чем быстрее мы двигаемся, тем больше шансов, что у нас хотя бы что-то получится. Для себя однажды необходимо принять решение, вы для кого живете? Вы для них или вы для себя? Вам важно, что о вас скажут, или вам важно то, какой жизнью вы будете жить сегодня? Предлагаю начать поэтапно, да? Самое первое, что я вижу всегда, за что нужно браться, это сами продажи. Подожди, еще смотри, классная штука, вот я только до нее долезла. Ну, это важно. Гарантийный талон есть, есть письмо, но это моменты как раз упаковки. Есть рекомендации, что делать, чтобы обувь сохранялась в хорошем виде. Это очень, кстати, очень правильная вещь. Но я бы ее еще сделала обязательно что-то для ребенка. Вот это тоже важный нюанс, когда ребенок что-то в коробке в этой находит, и что-то для себя, то есть тоже об этом подумать. Не знаю, наклейку, разукрашку, что-то себе заполнить, что-то и так далее, и так далее. Но это очень, очень, как бы об этом подумать. Вообще это классная вещь, что-то такое придумать. И сейчас вот мысль в голову пришла, чтобы ребенок сам просил родителей покупать именно этот бренд. Как куклы Лол. Да, да, как куклы Лол. Я тоже об этом думала, как это Коба? Я думаю, что мы делаем заседание детей. Мы возьмем Полину, мы возьмем Алису, у нас будет фокус-группа Ева. И они нам предложат все самые классные варианты, как это возможно сделать. Но это действительно очень важный момент. Вообще вам повезло, потому что в упаковке я самый лучший человек. Я знаю, как заморочиться, чтобы люди с ней это хотели. Да, это классно. Смотрите, вы к нам пришли в шоу. У нас есть задача. Как мы узнаем, задача сделать, вы ставите задачу, все-таки мы должны выйти на уровне 2000 пар в месяц, правильно? Правда, продавать, да? Или больше. Или больше, или сколько? Пока, да. У нас есть каналы какие, вот розницы, да, розницы. У нас есть, будет два канала основных, инстаграм, и у нас будет магазин, да, интернет-магазин. Давайте тоже, по инстаграму, ребят, то же самое. У нас есть специалисты, у кого сейчас есть желание конкретно поработать по данному проекту, напишите мне, пожалуйста, мы с вами свяжемся, встретимся, для того, чтобы выбрать человека, который будет этим заниматься. И опт. И опт. Задача в опте – навести порядок, чтобы это не были какие-то там случайные люди, которые купили, потом неизвестно по каким ценам продают. То есть все должны продавать по тем ценам, которые у вас на официальном сайте стоят. Да? Да, либо они будут лишаться права продавать эту работу. И если вы на официальном сайте делаете какую-то сезонную распродажу и так далее, то они фактически… И пускай это касается актуальной коллекции. Вот сезон, который коллекция актуальна, она должна быть как бы… Да, стояла уже немного, а уже по истечении времени. Сколько – это нужно уже смотреть. Задача, чтобы все эти каналы нормально заработали. Для этого нам нужно еще сделать интернет-магазин, привести в порядок инстаграм, настроить рекламу и упаковать вот ваше дилерство. Ну, это назовем дилер или франчайзи. Надо подумать, как это… И какие плюшки люди получат. То есть это нужно упаковать в готовую бизнес-модель, чтобы человек, получив это право, эксклюзив на свой город, получил готовый бизнес. И давайте сразу оставим, наверное, ссылку здесь на анкету под видео, чтобы люди, кому это интересно, получить в свой город эксклюзивное дилерство, уже заполняли эту анкету. И мы смотрели, пока у нас ничего не упаковано, но когда будет упаковано, это будет сложнее сделать, поэтому пока еще не упаковано, присылайте анкеты, и мы начнем. Пока вы пришлете, пока мы рассмотрим, уже упаковка появится. Но вы уже будете из своего города первым. Начинать надо всегда с продаж, потому что это деньги. Нам нужно деньги. Которые нужно вкладывать? Не с коробочки? Нет. Оля, я бы тоже начала только с инстаграма еще. Вот, да, да. Вы, короче, давайте делимся там. Давайте, мальчики продают. А девочки развлекаются. А девочки делают так, чтобы все хотели купить. Не надо, девочки не развлекаться. Посмотри, что она делает. Видишь, это девочки делают. Это женские руки делают. Вот, да. Поэтому я считаю, что для женщины они всегда покупают это эмоционально, это классно. Наша задача сделать так, чтобы когда эта девочка видела, знала, она тащила маму и говорила, мама, хочу только туда, хочу только такие. И все. И без вопросов. А ваша задача сделать так, чтобы об этом узнала большое количество людей. А у вас есть сейчас информация, помните, сколько было пар продано у вас в прошлом месяце в марте? Есть продажа и есть отгрузки. Продажа, по сути, это когда мы сезон загружаем. Мы, по сути, предзаказы собираем. Вот я знаю цифры. Отгружено и оплачено. 3 800 пар мы собрали всего на лето. На сегодняшний момент мы отгрузили им порядка до 1000 пар. Еще до 20 апреля мы должны отдать еще остатки. 3 800, это делим на 3 месяца, да? Это мы март, апрель. На 2 месяца. Да. На 2 месяца. Лето у нас коротенькое. В апреле мы должны 80% заказов отдать и добить их до начала. Но если 3 800 на 2 месяца, то у вас сейчас по 1600 в месяц получается. Это фактически вы уже как бы на 2000 и стоите. Но вы же как бы другие цифры у вас. Я хочу просто понимать точку, с которой мы стартуем, и которой нам надо прийти. Не 3 800, а 2 800. Ага, все. Все. 2 800 на 2 месяца. То есть 1400 сейчас в месяц. Да, на 2. Сейчас у нас 1400 в месяц фабрика производит и продает, но отгружает и оплачивает. Все. Это ниже точки 0. Грубо говоря, точка 0, грубо говоря, когда мы выйдем на 2000, мы к этому стремимся, то у нас небольшой, у нас появится как бы в плюс, в плюс начнет работать. И дальше уже. Но когда мы выйдем на 2000, нам будет понятно, куда дальше двигаться, по какому из этих каналов. Просто нам, мы сейчас не можем сказать именно в розницу или вопт больше, потому что нам нужно потестировать эти каналы, посмотреть, насколько нам выгодно, что нам выгоднее в розницу или в опт. Опять же, для того, чтобы нормально продавать дилерство, нужно вам в вашем городе, в Николаеве открыть собственный хороший магазин, отработать бизнес-модель. И без этого нормально тоже не будет. На котором бизнес-процессы все время отрабатывать и тестировать. Смотреть, общаться с непосредственным клиентом, который покупает в магазине, собирать обратную связь и все время совершенствовать для того, чтобы это потом штабировать. Это не обязательно прям иметь какой-то нормальный большой дорогой магазин. У нас вот тот магазин, с которым мы сотрудничаем, то вообще он уже дает какую-то небольшую, но уже дает обратную связь. То есть все равно там девочки, которые продавцы, мы с ними все время общаемся. То есть а что вот это, а что вот то? Ну, я считаю, что для начала это тоже хорошо. Просто важно все равно уже, если говорить о рознице, даже то, что они начали, это нормально, что у них, в принципе, есть точка продаж. Ну, считай, что их точка продаж. Просто важно ее тоже отстроить. Не просто там дали какую-то обувь, а там как вы представлены, как вы выставлены, как вы поданы. Вот это. Вот, да. Но сейчас как бы все постепенно. Слушай, мне уже не терпится начать, потому что я вижу столько вот, ну, когда столько есть возможностей, которые вы еще не использовали вообще. То есть вообще вы даже к ним не прикоснулись. Рост может быть колоссальным. Да, поэтому мы сейчас не можем даже предсказать, насколько это все будет. И поэтому, пользуясь случаем, я прошу у всех абсолютно, знаешь, как в стартапах, кто разбогатеет, я прошу эксклюзивную скидку на детскую обувь. Завтраст. Вот. Вам просто. Все отлично. У меня же есть ресторан, у меня уже есть обувь. Класс. Клевая работа у меня. И при условии, что вот Алиса с Евой будут приходить и сами выбирать. Я боюсь, что... Куда? Прям на фоке? Куда же не закрыть? Да, я поняла. Хорошо, договорились. Ну, тогда... Работаем. Тогда работа. Работаем. Будем все показывать. Процесс висит. Я, в свою очередь, у всех, у кого появились классные идеи, предложения, возможно, вы занимаетесь детской одеждой, вы думаете о том, что, блин, классно было бы завязаться. Я вчера с Сережей набрасывала миллион идей, он мне говорит, молчи, не надо, все, давай постепенно делать. Но если вы занимаетесь детской одеждой, смотрите, какая у нас классная обувь, пишите, пожалуйста, все свои мысли, гениальные предложения и все, в чем вы можете проявиться. И мы будем смотреть, и максимально, кто с кем может быть полезным, мы будем работать. Правильно? Ну что, друзья, вот таким получился этот выпуск, насыщенным и, как мне кажется, интересным. Конечно же, мы задавали вам огромное количество вопросов и по Ромпу, и по Поларис, и мы очень хотим собрать классную команду Поларис, уже начали это делать, поэтому активно присоединяйтесь. Используйте потрясающую возможность показать себя на деле, используйте любую возможность, которая появляется перед вами, потому что возможности проходят, они есть, но мы почему-то их не видим и почему-то ждем, когда что-то с нами произойдет. Происходите это с собой, пожалуйста, сами. За самые классные комментарии, за самые, не знаю, полезные рекомендации мы продолжаем дарить подарки от наших партнеров. И сейчас я смотрю, что в этот раз я решила разыграть еще один билет на ЛОП, на лабораторию онлайн-бизнеса. Уже много раз вам рассказывала об этой конференции, которая будет в Киеве 17-19 мая, на которой будет огромное количество людей, на которых будем представлены мы, и мы сможем с вами познакомиться обязательно поближе. Поэтому за самые классные комментарии мы дадим вам билет. Ну а если вы не хотите ничего ждать, то обязательно переходите по ссылке внизу, есть специальный промокод, зажигалка, и вы сможете купить себе билетик, какой захотите, со скидкой специально от меня. Ну и не забывайте о том, что новые участники приходят, и вы тоже можете прийти. Для этого вам необходимо заполнить анкету, которая находится здесь внизу, и набраться смелости, потому что к нам приходят самые смелые. Проекты становятся все более интересными, и мы готовы прорываться, мы готовы помогать вам упаковываться, мы готовы помогать решать вам самые разные задачи. И все для того, чтобы вас узнавало как можно большее количество людей, ваш продукт становился классным, и вы наконец-то становились настоящими предпринимателями. И не важно, какой выбор вы сделаете через неделю, не имеет никакого значения, кто будет нашим президентом или кем-то еще. Самое главное – это то, что мы делаем с вами. Все зависит от нас самих. Не забывайте об этом. И отдельный привет чуваку, который спер недавно всю нашу звукозаписывающую аппаратуру. Так что скоро в нашем шоу звук будет гораздо лучше. Ну а вы реагируйте, пожалуйста, на все негативные ситуации только с улыбкой. До встречи через неделю. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить нам лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...